Освечать праздник в Мурме будут журналисты со всей России. В эти минуты в пресс-центре, который расположился в Муромском бизнес-инкубаторе, проходит пресс-конференция, посвященная завтрашнему торжеству. Представителям СМИ из разных регионов России озвучили программу Дня семьи, любви и верности. В этом году Муром не только подготовил площадки, но и площадки очень красивые и красочные. Придумал большую программу, о которой, наверное, я и буду сам рассказывать. Ну а традиционной кульминацией, которую подготовил фонд вместе с Первым каналом, это будет концерт на набережной. В концерте будут принимать участие звезды, такие как Валерия, Алсу, Марк Тишман, Долина, Серов. Я надеюсь, что концерт станет красочным, интересным и захватывающим. Дневное торжество также обещает быть интересным. Так, например, в деревеньке Февронии гости праздника смогут увидеть 85-летнюю жительницу Мурома, которая владеет редким мастерством плетения русских лаптей из лыка. 6,5 тысяч медалей за любовь и верность будут выданы в регионах России. В том числе 300 медалей будут вручены супругам-долгожителям за пределами России в Донецкой и Луганской областях. Также состоится награждение. 8 июля праздник День семьи любви и верности будет отмечаться в 67 субъектах Российской Федерации. Второй год подряд День семьи любви и верности вместе с Россией будет праздновать полуостров Крым. Массовые празднования пройдет в Симферополе, Севастополе и Ялте. 100 тысяч жителей посетили праздник День семьи любви и верности в прошлом году. Завтра в Мурме ожидают в два раза больше туристов. От журналистов был задан вопрос, почему же праздник перенесли на 4 число. Дмитрий Соловьев пояснил, что такое решение принял Оргкомитет праздника. Оно было связано с организацией съемок для Первого канала.